добрый день сегодня день поистине должен быть добрым и радостным потому что сегодня выходной сегодня среда 8 марта и сегодня выходной долгожданный в середине недели я всех поздравляю всех девушек девочек женщин дам леди мадемуазель сударни я всех вас поздравляю с праздником я вам желаю быть всегда красивыми счастливыми любимыми никогда не знать что такое вот печаль что такое там болезнь еще что-то все время быть счастливыми самое главное спасибо всем кто меня смотрит я видела новых подписчиков я уже иду на рекорд у меня 170 подписчиков это мой такой маленький рекорд у меня еще не было такого большого количества подписчиков я очень и очень вам рада мне так приятно вас видеть и у меня только вот одна большая просьба одно большое желание в честь женского дня и вообще увидите пожалуйста морала фагов и детей от наших голубых экранов потому что честно сказать короче мой канал не подходит для морала фагов и лиц младше 18 лет я хотела бы еще раз повторить во избежание каких-либо конфликтов я хотела бы чтобы моя аудитория это были взрослые люди с современным мышлением не отягощенные тяжелой моралью спасибо всем кто меня смотрит я без макияжа сегодня короче уже половина третьего я с утра проснулся думаю надо снять видео надо снять видео но сначала надо зарядить телефон закачать видосы очень целый день я сижу вот какая-то такая расслабленная кофе пью завтраку и все никак не сниму видео хотела при вас накраситься а потом не пить захотелось я думаю кофейку надо попить вот пойду сейчас сделаю себе кофе в таком совсем-совсем домашнем виде я опять хотела снять очередное аморальное видео я что-то сегодня проснулась не спеша так прибралась ну да тут пропылесосил убирала кровать короче вот все скутил сняла постельное белье чистая кот его уже истоптал и вот сейчас он пьет короче я фильтрованной воды налила ему стать вот такие вот дела я в таком вот виде в таком в таком эротическом поэтому я хотела но я не накрашенная хотела бы еще раз попросить увезти детей и морала фагов от моего канала морала фагов желательно увезти подальше в лиц и дома оставить пусть они там предаются в своей безудержной морали такие вот дела блин и кофе все делаю микроволновки я почему-то обратила внимание вообще хотелось бы сегодня вот этот женский день как-то отметить вчера я вышла позавчера я вышла на новую работу только позавчера мне дали пропуск а вчера было 8 марта был сокращенный рабочий день и мне было очень приятно потому что про меня не забыли хотя фактически я второй день только была на работе все равно мне подарили короче вкусную шоколадку цветочки угостили пирогом то есть никто меня не забыл то есть меня тоже вспомнили учли поздравили в общем и честно сказать было очень приятно то есть конечно так скромненько цветочки я оставил на работе потому что ехать на электричке часа я просто подумала что они могут по электричке пока я доеду они уже завянут было бы очень жалко но игру в целом очень очень приятно и так неожиданно тоже даже не было как-то думаю что наверное так как я только-только устроилась на работе а муж просто как-то никто обо мне то наверное не вспомнит так как устроился еще никто не знаю что это буду работать нет но нет обо мне не забыли но я хотел еще вчера выпить но этого не сделал почему-то что-то последнее время у меня частенько болит живот и особенно после того памятного вечера когда у вас шампанским короче на следующий день так дурно было я пила томатный сок отходила и я даже решила сегодня убивать не обращайте внимание что так криво стоит телефончик он просто стоит на полке для посуды просто некуда его поставить последняя короче говоря сломался последний держатель короче у меня к телефончику так что я просто выпью сейчас сейчас просто просто сейчас выпью кофе без всяких там алкоголев вот потому что алкоголь я и вообще не хочу никак никак нигде не не знаю у меня была у нас вчера думаю надо шампанского купить себе а потом я подумала да ну ладно кажется лучше как-то обойдусь без этого всего и решила действительно что будет лучше обойтись кончились одни сливки очень просто пью растворимый кофе со сливками такой вот у меня вечер хотела при вас накраситься да и просто поговорить символе такой праздник вот мы посовещали с дядей русланом решили что я не знаю если смысл ему приезжать потому что завтра опять рабочий день и завтра еще опять на работу два дня работать если у него смысл он будет сюда ехать 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 ему далеко два часа он будет ехать сюда немножко посидеть со мной два часа будет ехать обратно потому что завтра ему на работу и не на работу и завтра все работают в обычном режиме собственно и при этом если смысл вообще тогда короче говоря приезжать я тоже я думала думала об этом думала думала и решил что нам смысла нет такая погода ли мы смотрите сколько там грузовиков короче почему-то огромное множество грузовиков собралось во дворе смотрите вот там два и вот еще большой такой двойной грузовик и погода такая противная вообще ужасно то есть вот я вот очень не люблю такую погоду когда не то осень не той зима и вот не той зима не то весна вот какой-то такой переход и вот он такой вот стремный план еще если было солнечно было бы еще нормально но солнце нет небо такое низкое серое там такой еще темнеть скоро начнет дороге грязище там везде ботинки сапоги все это быстро промокает там покрывает соляными разводами и гулять в такую погоду вообще не хочется поэтому сначала у нас у меня была мысль там съесть погулять потому я думаю блин да ну еще боюсь очень простудиться погода гриппозная думаю еще не дай бог простужусь а у меня впереди новая работа лучше наверное воздержусь от этих всех поездок вот до следующего раза следующий раз съезжу такую кладку сегодня сделал это как бы такую не сильно не знаю показаться тут темно боюсь что тут сейчас все зашумит и ничего не будет видно в общем я даже на каблуках это все для вас мои зрители чтобы вы меня могли видеть не только как я обычно нахожусь но и как я выгляжу на каблуках кот уже кутит кровать меня просили не делать таких резких движений потому что камера трясется но не всегда получается не делать резких движений иногда приходится перекладывать смартфон из рук в руку короче иногда приходится делать резкие движения я хотела бы сделать при вас макияж так что кофе я то сделала она горячий поэтому наверное наверное сейчас сделаю для вас макияж и короче говоря подкрашусь как-то покажу подарочки короче я не честно признаться я не люблю цветы знаете почему у меня был парень когда-то который занимался торговлей цветами и он все время опаздывал приезжала очень поздно вечером так что он говорил что ему нужно короче там приходят цветы приходят самолетом из всяких теплых стран сейчас я буду нам краситься и вам рассказывать эту историю как романтическую как из теплых стран привозят цветы самолетом в общем я себе купила вчера дофига подарков это российская косметика это данное отдельное нужно будет сделать видео пустые баночки полные баночки моя косметика цветочки фигочки в общем сейчас буду снимать как бы мне так это все поставить чтобы это все зеркало смотрите какой толстый не разбить бы сделать смартфон большой тяжеловатенький что его еще не каждая вещь что выдержит что я сейчас а камера вот это у меня тут есть камера но мне она не очень нравится она как бы сказать не плохо снимает у него качество такого как у камеры наружного наблюдения кто смотрел есть такие камеры сейчас придется взгромоздить тут какую-то странную конструкцию чтобы вы могли меня видеть у меня пришла смс-ка меня кто-то поздравил нами с праздником бонпринкс бесплатная доставка а я там когда-то 1435 полдня уже прошло а я еще даже еще я еще даже не начинала когда-то я заказывала на бонпринкс всякие себе вещи всякие штуки и короче говоря они мне приходили у меня тональный крем жидкий я его уже показывала с мр видео он прям как бы сказать он выливается на руку не намазывается он очень жидкий но он ложится тонким прозрачным слоем и не создает вот это эффект маски особенно противно выглядит эффект маски если крем тональный не подходит хотя бы чуть-чуть по тону кожи выглядит это все просто омерзительно я утром сегодня когда вот у меня выходной приспали ура выходной особенно честно сказать наверное это жутко эгоистично прозвучит некоторые поняту вон дядя руслан даже не приехал поздравить с 8 марта такой плохой ля ля то поля но я почему-то даже рада что сегодня такой день совершенно свободный именно выходной что ко мне никто не приехал потому что новую девушки меня и женщины поймут когда приезжают какие-то гости причем даже не обязательно когда мужчина приезжает в гости даже к родственники или подруги в гости приходят но тем более к мужчина это как-то обязывает типа ахах те пришли гости тебе нужно убраться на стол накрыть что-то приготовить то есть если ко мне приехал дядя руслан я бы нифига не выспалась и не стала бы так свободно и спокойно перед вами сейчас сидеть краситься мне бы пришлось делать очень много дебильных телодвижения не пришли бы убирать квартиру конкретно мыться бриться там брить ноги чтоб все гладко было пришлось бы как-то что-то готовить в магазин идти то есть пришлось бы как-то вот устраивать какой-то потом как-то поддерживать разговор там напрягать как-то напрягаться вот я не знаю такая вот странность есть я вот могу на камеру говорить монологи сколько угодно хоть часами но в живую когда я общаюсь с человеком с каким-то мне это сделать не очень просто мне приходится как будто как-то напрягаться чтобы подобрать слова чтобы как-то вот не обидеть никого и не сложно я даже испытываю как бы это жутко не звучало какие-то сложности именно в живом вообще не галинат нам больше общаться это пройдет да я пытался даже игру специально устроилась менеджером работать по короче по поиску клиентов то есть отчет который уходит там всем звонит ко всем пристает и предлагает услуги компании это у меня не получилось наоборот или я начала как-то ссориться с клиентами нифига не заработала и вообще встал вопрос о моем увольнении я решила уволиться вот то есть не то что это не помогло наоборот сделала еще хуже то есть я стал еще более неуверенного в своих силах и стал думать о чем на фига мне это все нужно может быть и если действительно я такая не особо общительная может быть мне так и оставаться дальше в пределах своего блога не стоит как-то делать то что не очень нравится поэтому я решила просто забить у меня короче тени буржуа вот эти вот они настолько старые я даже не знаю насколько они старые какого они хоть года выпуска тут даже не написано в общем кто бы чего не говорил но вот косметика буржуа она хорошая почему потому что они старые им точно года три наверное есть и они даже вот они не потрескались не рассыпались ничего с ними не случилось хотя их на силу и и в сумке везде единстве тут странное такое зеркальце него максимум что можно увидеть от реально у него максимум можно увидеть один глаз в общем такие вот тени она же от тени румяна она же бронзатор как бы вот мне очень нравится я пользуюсь большим прям удовольствием как-то не знаю не переборщу ли я на вот это супер зеркало который дядя руслан притащил короче говоря я большего предпочитаю одиночество и чем общение такое живое и разговор с камерой чем живыми людьми потому что ну да у меня был естественно там в юности какой-то нехороший опыт когда меня как-то неправильно понимали начинались какие-то со стороны людей других обиды какие-то прям даже реально наезды там типа я что-то там про меня сказала что-то там а вот что там про тебя сказали то есть я вот прям боюсь что вместе с сообщением могут опять прийти в мою жизнь всякие сплетни так далее вот почему я не люблю косметику а размазывается и пачкает все иногда даже короче говоря иногда даже стол от меня испачкался тональником часто бывает я почему не люблю краситься я вообще не крашусь я дашка на работу хожу раньше не красилась потому что мне спать очень хотелось я не успевала сейчас вроде бы я успеваю люди бы я раньше гораздо выхожу чем раньше раньше чем раньше этот парадокс раньше чем раньше очень короче раньше я выходил очень рано а сейчас я чуть позже ухожу на работу сейчас я встаю все и короче у меня тут рядом с домом остановка маршрутки и смотрю на остановке уже стоят люди которые ждут маршрутку чтобы уехать на работу то есть 7 часов они уже одеты и все стоят в ожидании маршрутки это вот люди они наверно встают я не знаю 420 потому что как еще они успевают я не представляю себе краш серый карандаш ключ вот этой вот фирмы честно сказать вот это вот фирма мне нравится больше всего нравится вот эта фирма вот самое втором месте я не могу прочитать вот это вот эту покупала в электричке а это покупала в каком-то магазине для фампом и честно я не заморачиваюсь никогда с макияжем я только крашусь чаще всего как ни странно для видео дядя руслан честно мне признался что ему не нравится макияж на девушках и девушки макияжа поэтому как бы не нравится ему не нравится так не нравится собственный я для него некраску это как раз так и исключительно для видео для своих видео и то у меня не всегда получается сегодня у меня чуть непонятно и выходит иногда бывает я на крашусь мне не понравится а потом просто вспомогают все и все короче говоря для фото я все время крошусь раньше в фотошопе докрашивалась а потом мне просто надоело и я решила Если хотите хорошо получаться на фотках Делайте яркий, прям структурный макияж Потому что по сути Делка обрабатывают фотки в фотошопе То же самое и делают Закрашивают все недостатки И наоборот делают ярче губы и глаза Вот и все хитрости фотошопа То есть никаких таких сверх каких-то Действий не производится И вот тоже для фото и видео Я прям крашу брови Ярко, но у меня не всегда получается Это сделать симметрично, вот в этот раз Я смотрю, бровь как-то по-дурацки накрасилась Блин, вот мне уже не нравится Вот я уже думаю, лучше бы я не бралась За вот этот весь макияж Лучше бы я оставила как есть И мне так дома жарко, что я начинаю краснеть Как-то потеть Вот я хотела сегодня, думаю, надо опять купить шампанского Выпить, а потом думаю, да ну вы Нафиг там живот будет болеть, потому что алкоголь Что шампанское, что вино Оно все какое-то кислое Мне оно не нравится Кисло-сладкое, кисло-кислое, кисло-сухое Преобладающий вкус у всего алкоголя кислый Я пробовала брать литер, но мне не понравилось Потому что у него вкус преобладающий водочный В общем, либо кислый, либо водочный И мне это все не понравилось Я решила, да ладно, да, ну может нафиг Может вообще не пить В общем, вот так вот я делаю макияж Макияж на скорую руку На скорую ногу Подвожу глаза Ну вот как мне, что-то с серым, как я подвела Мне не понравилось Сейчас я сверху еще накрашусь Вот этой вот штукой Покупалась где-то чуть ли не в переходе Но вот это вот жидкое, жидкие тени Они мне не особо понравились, золотые Они прикольны тем, что они золотые Но если попадут в глаз, то будет как-то неприятно Так вот, крашусь, крашусь, крашусь Напишите, Лесик тут пришел тоже покраситься Как у вас проходит праздник Я вам сейчас еще покажу свои подарочки Лесик, ты все Надо вдуть, готово Он все загородил своим брюхом Жопой в нос опять, ну это ужас Лесик Блин, он расширивает все Он в поисках постоянно находится какой-то еды Ему кажется, что от него прячут какие-то вкусности И он периодически везде роется И все расширивает В общем, два дня я вроде как отработала На новой работе Не знаю, как дальше буду я справляться Не буду Просто я так отвыкла за полгода работать Что мне, конечно, кажется, что тяжело Я очень медленно все делаю Я боюсь накосячить Боюсь сделать косяк И поэтому все по 10 раз проверяю И все как-то медленно делается Потому что я вот программы некоторые Начала как-то забывать Ну, не знаю Пока вроде начаться мне ничего не говорит А еще так как у меня появились вот эти дела Связанные с болезнью, к сожалению С большим Придется мне еще отпрашиваться Вот И, блин, не знаю даже, что сделать Эти карандаши я уже показывала в АСМР видео своем Для губ Они кажутся почти одинаковыми Но один более розовый, другой более коричневый Сейчас, наверное, возьму розовый А он уже почти весь у меня ушел Надо будет его чуть-чуть подточить Но они очень-не очень хорошо точатся Они, короче, в процессе подточки Очень часто ломаются А еще хорошая фирма Вот у меня тени на оба Они у меня очень давно Они у меня уже лет 7, наверное И они практически не раскрошились С ними практически ничего не случилось И они очень клевые Но просто они, наверное, потеряли Но все-таки они, да Они уже стали вываливаться В общем По стойкости и во времени Лучше всего буржуа получилась С косметикой И на оба тоже неплохо А вот российские всякие Как бы И польские Там различные Забыла, как они называются Там тени Вот эти вот Флер, по-моему Еще там Рубероус у меня были Они, честно сказать, вообще не понравятся Это была у меня Нинель, по-моему Нинель, кажется, да Диваж Вот они что-то мне не очень Я честно скажу И я последний раз покупала Какую-то израильскую помаду А мне тоже не понравился А что такая темно-винная Смотрится классно на губах Но она часто пачкается И оставляет следы на зубах В этом плане Вот эти карандаши Они лучше С ними можно и кушать И пить И они более стойкие И во всяком случае Они зубы не пачкают Я, блин, я себе губу поранила просто этим карандашом Наверное, у меня там капля крови появилась Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Так тихо, что слышно топот котов Вот мне иногда нравится Бывает настолько тихо Что прямо такая тишина вся объемлющая В Москве так не бывает Но я хотела бы переехать куда-то еще дальше Где еще тише Но там уже будут проблемы с работой Мне очень понравился город Знаете, какой Ростов великий Он такой великий Такой весь величественный Просто некуда Он такой старинный Такой вот Видно он такой Ну, уклад жизни там такой старинный Такой, как раньше был Так и остался И вот мне так И там большое такое озеро Мне там так понравилось Я там была Семь лет назад В 2010 году Недолго Я думаю, что там прикольно было бы жить Но это нужно иметь Какие-то альтернативные источники доходов Потому что я так чувствую с работы Если тут уже с работы напряг То что там дальше Ну все В итоге карандаш лег немножко комочками Ну потому что губы, в принципе, красят помадой А не карандашом Помада у меня тоже есть Сейчас я еще ей попробую Или, наверное, не буду пробовать Или попробовать Потом будет на чашку Ну чашку в любом случае мыть потом Помада прям такая нежная Сливочная То есть она не как карандашом Тяжелее красненько Чем помада Карандашом можно поцарапать случайно губу Но карандаш более стойкий И более четкие получаются контуры А ресницы мне красить не нравится Потому что потом будут отпечатки везде Так не люблю посторонние шумы Я вот не люблю ни звуки мотора Ни лай собак Ни музыку Я вообще люблю тишину И там изредка какой-нибудь шелест листьев И гудение системников Я люблю звуки вот именно машин Гудения системников Кондиционеров То есть каких-то вещей И то негромкое Сколько я наговорила Ого, 28 минут Ну нифига себе Сказал я себе Ну в общем вот Вот Такой небольшой макияж Короче Такой макияж Домашний получился У меня глаза меняют цвет Они то голубые То зеленые То какие-то вообще темные могут быть В общем Тушью я красить не стала Ничего Потому что я не люблю ничего красить тушью Ввиду того что Ввиду того что Когда я тушью крашусь У меня иногда потом Она размазывается Или отпечатки остаются на очках Поэтому я так Сегодня такой Как бы легкий Довольно быстрый Макияж Именно для ютуба Ну в принципе на каждый день Можно тоже так Собственно сходить И ничего такого Довольно симпатично смотрится Если сделать более романтичный макияж То это нужно еще покрасить Ресницы Этим Самым Покрасить ресницы тушью И помаду можно выбрать Более яркую Тогда уже макияж будет Более вечерний Там какой-то такой Более нарядный А это так Макияж на каждый день Или макияж для ютуба Потому что совсем с ненакрашенным лицом Я какая-то бледная В общем спасибо всем Кто меня смотрел В следующем видео Я покажу свои подарочки Всем девчонкам С праздником Пока-пока